Екатеринбург, куктус, патрушиха и гагаринский вид спорта водные лыжи. Первенство России среди тех, кому еще нет 21 года. А вид спорта, правда, гагаринский. И хотя Юрий Алексеевич, безусловно, куда больше известен как первый космонавт, есть в его биографии и другой факт. Он был еще и одним из основоположников воднолыжного спорта в СССР. И увлекся он этим делом задолго до полета в космос. Вот такая вот любопытная деталь из жизни замечательного человека. И закончим с лирическим отступлением. Три дня соревнований на патрушихе, три вида программы. Сначала фигурное катание. За два прохождения по 20 секунд спортсмен выполняет фигуры, а судьи их оценивают. Фигуры получаются не все, а падения в уже не теплую воду не слишком приятны. И даже одеяло не особенно помогают. То, как спортсмены, особенно маленькие, стучат зубами, вылезая из катера, слышно издалека. Очень холодно было. День после фигурного катания был посвящен слалму. А вот закрывались соревнования прыжки с трамплина. Прыжки с трамплина, они, конечно, требуют. Это один из таких очень рисковых видов, видов однолыжного многоборья. Ну, лыжники здесь, я предполагаю, где-то старший возраст. Ну, тоже где-то за 40-45 метров будет ждать. Третий попрыжки в часе, садовый результат 17,8 метра. И в зачёты мы до 2-й попрыжки 12,2 метра. Трамплин традиционно сильный вид для свердловских однолыжников. Между прочим, длина этого прыжка измеряется с точностью до 10 сантиметров. Специальная система визиров. Второй 85,4. Третий 63, ровно. Обладатель рекорда мира в прыжках с трамплина улетел больше, чем на 60 метров. Рекорд уральского воднолыжного центра 45 метров 70 сантиметров. И принадлежит он Сергею Четверухину. На этих соревнованиях Сергей не выступал. Уже не относится по возрасту к молодёжи. И прыжками на 40 метров зрителей впечатлял спортсмен из Москвы. Москвичи в Екатеринбурге вообще оказались самой многочисленной компанией. 13 человек из трёх клубов. За Екатеринбург на первенстве России выступали 6 спортсменов. Для многих первые соревнования на таком уровне. Но выступили достойно. Несколько призовых мест на их счету есть. Ну а столичным жителям в гостях у уральского воднолыжного центра понравилось. Разве что на прохладу жаловались. Вода в принципе холодная по сравнению с Москвой. Место красивое. С точки зрения проведения воднолыжных соревнований, вот эта акватория у нас в городе Екатеринбурге является одной из самых удачных и самых лучших. Её небольшие размеры как раз делают её очень пригодной для таких соревнований, для этого вида спорта. Она небольшая, здесь нету волны. Первенство России на Патрушихе завершилось, но для воднолыжников это ещё не конец сезона. Тренировки на этом водохранилище закончатся только в октябре. Да, холодно, но искусство, как известно, требует жертв. Ну и гидрокостюм тоже вещь полезная.